Верхнеуслонский район находится в очень живописном месте. Такой природы нет ни в одном другом уголке Татарстана. Ездим на рыбалку, на охоту, за грибами. Строительство жилья здесь только набирает обороты. Там строится много элитных домов. А как так двухэтажный дом дешевле, чем одноэтажный? Вообще, Верхнеуслонский район недооценен. Но вспомните, в город для айтишников тоже не все верили. Всем привет! Мы продолжаем серию обзоров районов близ Казани. И, как всегда, нас больше интересует местность с точки зрения покупки или строительства дома. На этот раз мы приехали в Верхнеуслон. Почему природу здесь сравнивают с Крымом, чем привлекает местная недвижимость, где скупают жилье айтишники и какие мы здесь нашли недостатки, смотрите в этом выпуске. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и путешествуйте вместе с нами по Верхнеуслонскому району. Верхнеуслонский район расположен на правом берегу Волги, прямо напротив Казани. Центром района является село Верхнеуслон, а единственный город – Иннополис. Современный Верхнеуслонский район довольно большой по площади и малочисленный по населению. Здесь проживает около 22 тысяч человек. Для сравнения, в Пестричинском районе Татарстана живет более 60 тысяч человек, в Зеленодольском – более 170 тысяч. Кстати, не забудьте посмотреть выпуски про жилье в этих районах. Ссылки на них оставим в описании. Казань Казалось бы, что Казань буквально в зоне видимости, но вот добраться из нее до Верхнеуслона не всегда просто, хотя вариантов несколько. Самый короткий путь на автомобиле – переправа у храма всех религий в Старом Аракчино. Летом здесь курсируют паромы, зимой проехать можно по ледовой переправе. Прогулка по воде на пароме займет около 15 минут и будет стоить 350 рублей за машину. Оплата только наличкой. Сама поездка на пароме хоть и короткое, но очень приятное путешествие. Какой простор и красота! Модная гладь, теплоходы, катеры и живописные берега, ну, не могут оставить равнодушными. Рекомендую этот маршрут, например, для прогулки выходного дня. На автомобиле путь пролегает по мосту через Волгу по трассе М7. Дорога в этом случае займет приблизительно час. Альтернативный вариант у автомобилистов появился после открытия новой платной трассы М12. Этот путь будет комфортен тем, кому удобнее выезжать из Казани в Лаишевском направлении. Без автомобиля добраться до другого берега Волги можно либо на омиках, которые отправляются несколько раз в день от речного порта Казани до Верхнего Услона и Печищ, либо воспользоваться паромом как пассажир без авто. При этом у причала Верхнего Услона всегда есть таксисты, готовые отвезти вас в ближайшие населенные пункты. Доехать на такси из города влетит в копеечку. За проезд придется выложить не менее полутора тысяч рублей. Главным богатством района местные называют шикарную природу и виды на волжскую гладь. Они уверены, что такой природы нет ни в одном другом уголке Татарстана, а больше напоминает Крым. Ведь здесь благоприятная роза ветров, свежий воздух и бриз с реки. Да и почва здесь в основном известковая, поэтому отлично растут косточковые деревья, яблони и вишни. Здесь же находится большое количество туристических мест. Гора Соколка, Печищенский геологический разрез – одно из самых древних скалистых обнажений на берегах Волки. Каждый разрез характерен определенной эпохе. Здесь же на берегу стоит старинная печь для обжига. Из этих камней местных пород построен Казанский Кремль. В Верхнем Услоне находится единственный в России музей белорусского поэта Янки Купалы. Похоронена Дарья Меньшикова, супруга князя Александра Меньшикова, соратника Петра Первого. В районе Печищенского разреза установлен памятный знак императору Николаю Второму, памятник сынам Великой России и памятник чехословацким легионерам. Вот такие неожиданные исторические места. И в этом же Верхнеуслонском районе есть суперсовременные туристические локации. Это круглогодичный курорт с гольф-полями и горнолыжными трассами Свияжские холмы. И город Иннополис, который сам по себе является достопримечательностью. В теплый сезон население в районе становится заметно больше. Еще с советских времен эти высокие Волжские берега облюбовали дачники. Дачные поселки, как правило, строились на склонах. И у многих есть вид на реку. Я прям так и представляю, как здесь шикарно сидеть на террасе вечерами, попивать горячий чай и наблюдать за огнями мимо проходящих теплоходов. Ну, романтика? Если раньше район считался более подходящим для сезонного проживания или постройки загородного дома в выходного дня, то сейчас все больше людей выбирают Верхнеуслонский район для постоянного проживания. И для этого есть несколько причин. Если смотреть на карту, то заметно, что для такой большой территории населенных пунктов немного. Самые привлекательные участки – это прибрежные зоны Волги и Свияги, а также часть района близ трассы М7 и Иннополиса. В береговой зоне, на удивление, можно встретить относительно доступные цены на готовые дома и участки. Например, в Ташовке можно купить домик за 400 тысяч рублей, в ключищах – за почти 550 тысяч рублей. Самые дорогие варианты недвижимости в продаже мы нашли в Веденской Слободе и набережных Марквашах. Стоят они впечатляющих денег – 44 и 39 миллионов рублей. Цены на готовые дома с участком без отделки стартуют от 6 миллионов рублей. Можно выделить две локации, цены в которых будут выше из-за наличия рядом развитой инфраструктуры. Во-первых, это близость к городу Иннополис с его образовательными учреждениями, рабочими местами, больницей, магазинами и ресторанами. И село Верхний Услон, которое тоже богато инфраструктурой по сравнению с остальными частями района. Но в целом цены на недвижимость в Верхний Услонском районе ниже, чем в других районах, граничащих с Казанией. Вторая причина – активное строительство новых поселков. За последние годы начато строительство нескольких коттеджных поселков – Пятидворья, Лесные Маркваши, Набережные Маркваши, Черника Таун. При этом в наличии много свободной земли, подходящей для жилищного строительства. Мы находимся в коттеджном поселке Лесные Маркваши. Он расположен в 20 минутах езды от Казани и в 5 минутах езды до Иннополиса. При этом поселок удален от дороги и его окружает лес. Въезд на территорию через шлагбаум. Есть видеонаблюдение. За дорогами внутри поселка следит управляющая компания. Здесь можно купить готовый дом или приобрести отдельный участок и построить дом по собственному проекту. Почему вы вообще выбрали недвижимость именно в этом районе? Ну, в первую очередь, когда мы сюда приехали, нам понравилось, что здесь вокруг природа. И Волга рядом, и леса рядом, и вообще, в принципе, недалеко от города. Очень хорошее место. Ездим на рыбалку, на охоту, за грибами. В общем, интересно правое время. Ну, а не было такого, что вот другой район еще рассматривали? Нет, мы жили в Верхнем Усоне, потом какое-то время жили в Казани, и все-таки как-то определились на этом месте. А вы готовый дом покупали или участок, а потом построили? Ну, мы купили готовый дом с предчистовой отделкой. В принципе, приемлемые цены, хорошие дома, хорошее качество домов. Спросим у профессионалов, есть ли особенности строительства домов в этой местности и на что стоит обратить внимание? Почва в данной местности суглинок, но перед тем, как решить, какой фундамент нужно на тот или иной дом, мы, конечно же, делаем геологию. Именно основываясь на самой геологии и на, условно, самом весе дома, мы с конструкторами уже и понимаем, какой должен быть фундамент. Когда мы говорим про данную местность, то есть лесных морквашек, фундаменты, в принципе, идут условно-стандартные, то есть не ведут какого-то большого увеличения по стоимости. А какие дома вообще пользуются спросом? На данный момент, конечно, больше одноэтажные дома, но мы должны четко понимать, что требования по одноэтажному дому, они, будем так говорить, несколько выше в плане участков. Так как одноэтажный дом, он более раскидистый, он, соответственно, требует большего количества земли, соток, ну и так далее. А когда, в принципе, мы говорим о двухэтажных домах, то в этом случае стоимость строительства за стоимость квадратного метра, она уменьшается. И вот тот самый главный спор у нас всегда возникает, когда клиент спрашивает, а как так двухэтажный дом дешевле, чем одноэтажный? На самом деле, все очень просто. То есть, условно, если мы возьмем там 100 квадратных метров одноэтажного дома и 100 квадратных метров двухэтажного дома, то в этом случае мы получаем чуть меньшее количество фундамента в двухэтажном доме, ну и, соответственно, чуть меньшее количество кровли на двухэтажном доме. Поэтому стоимость за квадратный метр уменьшается. Но в двухэтажных домах есть тоже свой нюанс. То есть, мы должны понимать, что равноценное количество квадратных метров будет неправильно. То есть, так как в двухэтажных домах есть еще раз, да, лестничная клетка, лестничный пролет и там дополнительные помещения. За счет этого получается, что если мы сравниваем равноценные одноэтажные дома, допустим, те же самые 100 квадратных метров, то в варианте двухэтажного дома, то это уже будет примерно плюс 20-30 квадратных метров. А сколько вообще примерно стоят дома в коттеджных поселках? Если мы возьмем, к примеру, данный дом, именно этот, здесь у нас 5,5 соток земли, 100 квадратных метров дом в предчастовой отделке, причем включая газ, свет и канализацию, стоимость данного дома в районе 8 миллионов рублей. То есть, если ориентироваться на эту стоимость, то мы получим дом хорошего качества в плане кирпича, в плане фундамента, в плане плит перекрытия, как, в принципе, здесь мы это и наблюдаем. Этот поселок предназначен для постоянного места жительства, потому что, в принципе, здесь организован как школьный автобус, есть в пешей доступности магазины, в скором будущем открываются недалеко от нашего поселка многоквартирные дома, то есть, конечно же, в этом месте будут все маркетплейсы, то есть это будет очень-очень удобно. И в плане уборки снега, и в плане вывоза мусора, то есть вот эти вот мелочи, они тоже, на самом деле, очень важны, то есть, как бы, это все организовано. Когда мы говорим про стоимость квартир в Казани, двух-трехкомнатных, они начинаются примерно от 12, ну, в районе 15 миллионов рублей. Сейчас есть возможность приобрести готовые дома в поселке с учетом земли и с учетом уже предчастовой отделки, те же самые 10-12 миллионов рублей. И, как говорят наши клиенты, остается еще и на автомобиле. Как мы уже упоминали, социальная инфраструктура развита в районе неравномерно. Всего в Верхнеуслонском районе зафиксировано 16 общеобразовательных школ и 15 детских садов. В столице района функционирует детская школа искусств и больница. Всего в населенных пунктах имеется 26 фельдшерско-акушерских пункта и 2 амбулатории. Работают пункты выдачи заказов Озон, Валверис, Бермега Маркет, Яндекс.Маркет. Рабочие места также имеются. В районе есть промышленные предприятия, средний и малый бизнес. Два предприятия производят кирпичи и керамическую продукцию. В компании Вильветта Марин – катеры. Дивный берег производит рыбную продукцию. Агрофирма Верхнеуслон – сельскохозяйственную продукцию. Многие жители Верхнеуслонского района работают в Иннополисе или удаленно. Во многих поселках проведены оптоволоконные сети. Часть жителей ездит работать в Казань и Зеленодольск, а также в поселок Новая Тура, где находятся большие склады Озон и Валперес. Недавно вблизи Иннополиса открыли филиалы Росатома и Ростеха. Кстати, согласно официальным данным, среднемесячная начисленная заработная плата по району в 2023 году составила 141 232 рубля. А в 2024 уже приблизилась к отметке 171 000 рублей. Но если не учитывать зарплаты инополистян, то это вполне себе земные 52 812 рублей. У Верхнеуслонского района большие планы на развитие. Из ближайших это строительство промпарка Верхнеуслон, где на начальном этапе разместятся почти 15 000 квадратных метров промышленных площадей. В дальнейшем здесь разместят производство одежды, обуви, косметики, мягких игрушек и аксессуаров. Еще один промышленный парк появится на территории Кильдеевского сельского поселения вдоль трассы М-12. Он будет специализироваться на логистической складской деятельности и даст району около 3000 рабочих мест. Еще 1000 рабочих мест будет в индустриальном парке М-7 Услон. Он будет специализироваться на металлообработке, промышленности, хранении. Год назад стало известно о планах по созданию города электронной коммерции. Его планировали возвести между Верхним Услоном и студенцами. По проекту город рассчитан на 25 000 человек. В нем будет две школы, 9 детских садов, культурный центр, концертный зал, конгресс-центр, поликлиника, торговый центр и стадион. Пока к реализации проекта не приступили. На недавно прошедшем форуме «Казань Digital Week» стало известно, что незабытый активно прорабатывается проект строительства канатной дороги. Первый этап должен соединить Казань и Верхний Услон. Стартовать канаткой будет в районе центрального стадиона. И за 24 минуты кабинка с пассажирами должна преодолеть почти 9 километров пути. На втором этапе реализации планируется соединить Верхний Услон и Иннополис. Расстояние между ними составит 10 километров. Один из вариантов реализации проекта предполагает появление парка развлечений. Впервые о Диснейленде в Верхнем Услоне заговорили в 2016 году. В качестве инвестора хотела выступить французская компания, но не сложилось. Если планы по строительству яком города Канатки и парка развлечений осуществятся, то этот район ждет совсем другая история. Сейчас намерение построить город для маркетплейсеров звучит достаточно фантастически. Но вспомните, в город для айтишников тоже не все верили. Давайте вместе с экспертом по недвижимости оценим плюсы и минусы Верхнеуслонского направления. Верхнеуслонский район находится в очень живописном месте. Для многих эта территория ассоциируется с уютными домиками на склонах, что просматривается даже из самого центра Казани, из Кремля. Ну и как тут не жить в собственном доме? Желающих приобрести дома с участком выходного дня очень много. Очень популярное место – печище. Там даже приезжают жители из Казани по выходным дням. А в студенцах и Верхнем Услоне есть как роскошные дома для круговичного проживания, так и дома СНТ. Большой спрос на участки в Пятидворье. Там строится много элитных домов. Очень многие сотрудники Иннополиса покупают для своих родителей, также для своих семей дома рядом с Иннополисом. Это Нижний Услон, набережные Маркваши. Также интересен район приезжим, которые хотят жить ближе к Казани. Или людям пенсионного возраста, которые хотят поменять свое место жительства, переезжая из северных регионов страны. Вообще, Верхнеуслонский район недооценен. Но сейчас, в данный момент, он становится более популярным. И это неудивительно. По району стоимость кирпичных домов новых с прочитовой отделки, земельным участком до 127 квадратов примерно 7-75 тысяч. А дома от физлиц, которые не проходят по льготным ипотечным программам, они, конечно, стоят дешевле. Дома с большей квадратурой на вторичном рынке стоят где-то от 10 миллионов. И есть спрос на них. После поднятия ключевой ставки, а также отмены части некоторых льготных программ, наблюдается падение спроса на недвижимость, в том числе и ИЖС. Возможно, в ближайшем будущем будут подниматься цены, но, скорее всего, на процент инфляции, либо на удорожание стоимости материалов при постройке дома. Но в дальнейшей перспективе, если смотреть в будущее, конечно, будет дальше расти спрос и будет все дорожать. Верхний Услонский район однозначно перспективный, но недостатки тоже имеются. Могут возникнуть трудности с водоснабжением. Рельеф холмистной местности все-таки дает о себе знать. С этой же особенностью связана неустойчивая мобильная связь. И наличие собственного автомобиля для этих мест не опция, а жизненная необходимость, поскольку и добираться сюда из Казани, и передвигаться по району удобно на авто. Итак, Верхний Услонский район очень необычный, неоднородный, но привлекательный и перспективный. Один инополис чего стоит. Строительство жилья здесь только набирает обороты, ну а цены пока еще не взлетели. Тут планируется развивать туризм, промышленность и построить еще один город. А вы бы переехали в этот район? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а мы увидимся в следующих сюжетах. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok